ВИДКРЫВАЙ НАВИ СВЯТЫ СЛОТ-СИТИ Западные кураторы поставили во главе современной Украины человека этнического еврея с еврейскими корнями, с происхождением еврейским. И таким образом, на мой взгляд, они как бы прикрывают такую античеловеческую сущность, которая положена во фундамент, в основу современного украинского государства. И это делает всю ситуацию в высшей степени отвратительной. Путин снова вернулся к разыгрыванию антисемитской карты. Всё ясно. Кого сегодняшние власти героизируют? Никто не понимает, какая национальность у российского державного самодура. Я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин. Но ему совершенно не даёт спокойствие еврейское происхождение лидера соседней страны. Зеленский человек с еврейской кровью. Но он своими действиями прикрывает этих уродов, не у нацистов. С присущей ему одиозностью российский диктатор-лузер снова наговорил забористую тираду, имеющую в своей основе пещерное неприятие еврейства, навязанное обезумевшей кремлёвской машиной пропаганды глубинному народу. Вы говорите, Гитлера нет уже столько лет, да, 80 лет. Значит, но дело его живёт. Суть измышлизмов, больного безумца состоит в том, что якобы некие внешние силы поставили во главе Украины этнического еврея, дабы прикрыть античеловеческую сущность современной Украины. Лучше всего это понимают простые граждане Израиля. Посмотрите, пожалуйста, что они говорят. Пляшивый ублюдок стремится по энному кругу актуализировать тухлый миф о еврее, который возглавляет нацистский режим. Более того, в самых уродливых терминах кондовый военный преступник жалковякает о каких-то связях между обороной украинцев от адского российско-ордынского вторжения и Холокостом. Кто как обзывается, тот так и называется. Искать причинно-следственные связи в бессмыслицах и небылицах, выходящих из расплавленного путинского мозга, дело гиблое. Но пугает та нарочитая системность, с которой антисемитский дискурс насаждается для оправдания любой российской мерзости. Вспомним май 2022 года, когда на фоне пепелища, учиненного оккупантами в Мариуполе, прозвучали заявления коренного армянина Лаврова, стоящего во главе МИД РФ, о том, что у Адольфа Гитлера была еврейская кровь, а самые ярые антисемиты – евреи. Это абсолютно ничего не значит. И мы уже давно слышали мудрый еврейский народ, который говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. Не без уродов, в семье не без уродов, как у нас говорят. По мнению беззастенчивого персонажа с лошадиной физиономией, евреи виноваты в Холокосте. Ну, конечно. А потому Россия может спокойно уничтожать Украину, во главе которой этнический еврей. Видимо, правильной дорогой идем, товарищи. Особенно от радости из штанов тогда выпрыгивали иранские сообщники российских преступлений. Еще бы антиизраильский дискурс, внедряемый режимом иранских мул, нашел союзников среди российской верхушки. В июне 2023 года коренной чекист Путин вывалил сентенцию о его непонимании, как человек, у которого в жилах течет еврейская кровь, может поддерживать неонацистов. Просто даже я не понимаю. Зловоние было выпущено на встрече с военкорами, и даже часть из них отказалась потом тиражировать этот бред. Вы что, подзабыли это, что ли, совсем? В Кремле, видать, попрятали все зеркала, иначе бы Путин просто помер от увиденного в своем отражении чудовища. Прошу вас отнестись к этому с пониманием. Каждый раз высказывая антисемитскую чушь, путинцы при этом еще и делают отсылки к тому, что израильтяне поддерживают российское вторжение в Украину. Якобы так говорят в интернете. Ты успел прочитать? Я читал, прямо читал. Я это знаю лично. Я знаю, что люди думают так же, как и мы. В 1945 году нацизм был поержен, но, к сожалению, не изжит. Снова проявляется в той же русофобии или антисемитизме. А героизация нацистских преступников, прямая пропаганда нацизма в прибалтийских странах, в той же Украине, вообще стали нормой. Важным аспектом антиукраинских и антисемитских высказываний Путина выступает их опора на теории заговора. Здесь чувствуется рука Лубянки, которая до сих пор выдает фальшивые протоколы сионских мудрецов за источник знаний об устройстве мировых процессов. Ура! Я расшифровал. Интеллект кремлевской верхушки упал до уровня желтушных районных газет для пикейных жилетов. Вызывает ужас сам подход использования Холокоста для прикрытия геноцида украинского народа. А вот вам вся эта ложь и лицемерие. Здесь необходимо указать лишь тезис о том, что в данный момент должен быть включен в перечень обвинений против диктатора в ходе международного трибунала. Ведь там же тысяча, около тысячи сект на Украине сейчас. Это же все надо как-то выжигать каленым железом. Вот это сатанизм весь этот. Наконец, поразительно, но путинский антисемитизм начинает взрастать каждый раз, когда в Сирии у его друга диктатора Асада происходят какие-то проблемы. К примеру, сейчас в провинции Сувейда протекает восстание друзов, которые требуют покончить с диктатурой сирийских силовиков. Сирия – это вообще-то святая земля. Это для нас наша земля. Риски падения асадитов растут, а потому в Кремле очень боятся негативного для себя прецедента. Но чему суждено случиться, того не миновать. Так и будет. Все, что само себя возвышает, то неизбежно будет неизвержено. На мой взгляд, Россия остается империей. И возвращаемся к слову империя. Ну и дальше, я думаю, расширять границы Российской империи. Наше сотрудничество всегда строилось на равноправной основе или с желанием помочь и поддержать. Как еще поступают с теми, кто позволяет вытирать о себе ноги? Процесс пошел, как говорил классик политической мысли. Это абсолютно новая Т-95 с комплексом покрышка. Наша армия современная и героическая. И потом мы будем так высоко, что другие страны нас не достижут. Ну и ладно. Тупик. Пустая, бесконечная трата денег и сил. Это, наверное, в сегодняшних условиях дорогого стоит. Ну, не в первый раз такое с нами происходит. По плану. Размер пакета составляет 61 миллиард долларов. Законопроект предусматривает 8 миллиардов экономической помощи Украине. Убеждал в этой связи республиканцев проголосовать быстро и положительно. Лично глава Пентагона Остин. Палак представителя министра обороны США опять пугал Путина. Сказал, что если США не поможет Киеву, то сдерживать российские войска надо будет в Прибалтике и Польше. Еще один аргумент за. Украина не просит американских солдат, а просит только оружие. А это, как принято говорить в США. И Остин опять повторил этот тезис. Хорошая инвестиция.